А в главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Беспрецедентное право, почему в Украине со скамьи подсудимых легко пересесть в судейское кресло. Дань за молчание. В Кропивницком арестовали начальника СИЗО. Чем взятки давал и на чем погорел. Украденный ребенок в полиции назвали версией похищения младенца в столице, что толкнуло на преступление. Без независимости, без автономии. Испания объявила власти Каталонии вне закона и перевела регион под свое прямое управление. Ждать ли новых протестов? Сегодня в Харькове и Сумах состоялись похороны жертв кровавой аварии на улице Сумской. Напомню, 18 октября Алюна Зайцева, дочь харьковского бизнесмена на Лексусе, влетела в толпу людей. Погибли пять человек, шестеро в больницах. В Солоницевке прощались с погибшими Алла и Анастасией Сокол. Мать и дочь похоронили в одной могиле. Отец семьи Владимир Янчук умер в 2014-м после ранения в зоне АТО. А в Сумах в последний путь провели 27-летнего Александра Евтеева. Он был единственным ребенком в семье. Учился, а потом остался работать в Харькове. Там же этим летом женился. В момент наезда он был вместе с женой и ее сестрой. Девушки остались живы, но до сих пор в тяжелом состоянии. Они только недавно съездили в медовый месяц, вернулись. То есть только семья образовалась. Такое горе в семье. Всегда была душа компании. Очень веселый, светлый, жизнерадостный. Всегда от него плохого слова не услышишь. Просто очень светлый человек был. Жена погибшего Александра Евтеева Оксана пришла в сознание. Ее сестра по-прежнему в коме. Врачи пока не дают никаких прогнозов. 30-летняя беременная женщина до сих пор находится в состоянии медикаментозного сна. Еще одного пострадавшего прооперировали. А вот виновница ДТП Алене Зайцевой изменят статью из-за того, что в крови девушки обнаружили опиаты. Это отягчающее обстоятельство, сообщили сегодня на брифинге в Управлении нацполиции Харьковской области. В документе укажут, что Зайцева находилась в состоянии наркотического опьянения. Были ли это наркотики в чистом виде или же вещества содержались в лекарствах, которые могла принимать девушка в полиции, пока не говорят. Кроме этого, у следствия есть вопросы к дорожным службам. Непонятно, почему не было стоп-линию светофора, где произошло ДТП. Также правоохранители проверяют версию о гонках, в которых могла принимать участие Зайцева. Устанавливают и роль водителя Туарега. Следователи продолжают изучать информацию, которая у них имеется с камеры видеонаблюдения. Мы анализируем это все. Уже призначены экспертизы, которые четко дадут соответствующие результаты и возможность окончательно принять решение о подозрении всех участников этого события. Никто не будет никого покрывать. В СБУ, между тем, опровергли информацию о том, что за рулем Туарега, после столкновения с которым Лексус Зайцевой влетел в толпу, был их сотрудник. Как написал на своей странице в фейсбуке начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, второй участник ДТП на улице Сумской не имеет никакого отношения к спецслужбам. Данные о том, что водитель Туарега действующий силовик распространил нардеп Добкин. Напомню, второго участника ДТП полиция не задерживала по данным СМИ. Это местный бизнесмен Геннадий Дронов занимается торговлей и сдает в аренду недвижимость. В Закарпатье уже третий год не могут вынести приговор судье. Находясь под шофе, он вылетел на встречку. В результате погиб человек. Но будучи в статусе подсудимого, получил и другую должность главы райсуда. Почему он не загремел в тюрьму, а взлетел по карьерной лестнице, разбиралась Марина Коваль. Июль 2014 года трасса «Киевчоб». Внедорожник, за рулем которого был глава Перечинского райсуда Виктор Амарович, выехал на встречную полосу. Там столкнулся с «Жигулями». Его водитель, 33-летний мужчина, скончался на месте. По данным прокуратуры, судья был пьян. Но после аварии ни штрафа, ни выговора и даже от работы не отстранили. Он имеет право вернуться с таким глупотанием генеральный прокурор или его заступник. Этого не было сделано в связи с тем, что высшая рада правосудия на тот момент мала такую практику, что если судья не совершил служебный злочин, а также не совершил коррупционный злочин, тогда он не будет отстранен от посадки. После почти двухлетнего расследования прокуратура выдвинула судей обвинение и в марте прошлого года передала дело в суд. Пока в Мукачевском суде Виктор Амарович ответчик, в соседнем Перечинском, его избирают главой. Имеет ли право узнать мнение на этот счет самого Виктора Амаровича подробностям не удалось. Главой Перечинского райсуда Амаровича избрали коллеги. О том, что начальник-фигурант уголовного производства знают, мол, это вовсе не мешает ему осуществлять правосудие. До того часа, пока в соответствующей судовой инстанции в Украине не будет вынесен вырок, который набрал законные силы, человек считается невиноватым. Своим самым нечинным тесканом? Никаким. У нас, согласно закону Украины по суду, фактически глава суду, он, фактически, согласно новых изменений, реформы законодательства, избавлено возможности будь-яким и никаким чином тескануть на судочинство, на судов. А вот активисты уверены, Амарович должен был уйти из должности хотя бы на время до вынесения вердикта по его делу. С одного боку прокуратура обвинувает суду Амаровича, а с другого боку он совершает судочинство в справах, где прокуратура обвинувает. Это конфликт интересов. Однозначно, он не может быть неупереджен. И должен себе по всем справам заявлять самовыдвит. Судебный процесс затягивается. С момента аварии прошло уже три года, а виновник до сих пор не осужден и не привлечен к ответственности. У погибшего в ДТП Александра Шутко остались супруга и маленькая дочь. Марина Ковальюри-Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Молчание за вознаграждение в Кропивницком на взятке задержан начальник одного из городских СИЗО. Тот предлагал сотруднику прокуратуры все, что угодно, лишь бы не всплыла информация о вопиющих нарушениях в изоляторе. Правоохранители фиксировали все заносы. И вот во время очередного одаривания начальника СИЗО задержали. Все подробности в сюжете Елены Брынзы. Это учреждение исполнения наказаний номер 14 в Кропивницком или просто СИЗО. Находится в одном из центральных районов города. В 100 метрах жилые дома. Сотрудники прокуратуры во время очередной проверки нашли у заключенных молотки, ломы, ключи от камер, алкоголь и наркотики. А также выяснили, арестованные свободно гуляют по СИЗО, готовят дурман, самогон и в очень даже теплых отношениях с тюремщиками. И это еще не все. В установке 160 дверей на камерах установлены еще на початку минулого столетия. При достаточно сильном ударе увязнение может из этих камер выйти. Охранная система, сигнализация, которая установлена в установке в 80-х годах минулого столетия, технично и морально застарела. Постойно выходит из ладу. В разе выявления надзвичайной ситуации в установке или бунте, увязнение выйдет на улицу. За последний год отсюда сбежали двое арестантов. Одного ищут до сих пор. Остановить анархию в СИЗО, Министерство юстиции, в ведомстве которого находятся данные учреждения, областная прокуратура в этом году просила 9 раз. Реакции – ноль. Вместо этого начальник СИЗО с августа носил взятки прокурору. Керевник данной установки вернулся до працанника прокуратуры области с тем, чтобы помягчивать або не вказать те порушения, которые были выявлены прокуратурой области во время проведения предпоченных законодательством Украины переверок. В соответствии с тем, не вказать эту информацию в документах реагирования. При попытке дать взятку начальника СИЗО 36-летнего Сергея Пазилова и задержали. Руководит учреждением он всего 7 месяцев. Говорит, в чем именно его обвиняют, не понимает. А вот в прокуратуре рассказывает, Пазилов каждый месяц носил дань прокурору то деньгами, то нардами, то ульями, то чеками на бензин. Неправомирная выгода была выложена в сумме 2400 гривен и талоны напольные, но пока что вартость их назвать неможливо после проведения соответствующих исследований экспертов. Задержанному уже избрали меру пресечения. Два месяца ареста. Правда, с правом нести залог – 128 тысяч гривен. Подробности обратились в Минюз с просьбой прокомментировать ситуацию в СИЗО, но реакции оттуда традиционно не последовало. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кропивницкий. Детективная история с похищением ребенка в Киеве закончилась хэппи-эндом для малышки и ее родителей. Девочку нашли живой и невредимой. А похитителей задержали. Светит им немалый тюремный срок до 10 лет лишения свободы. Все подробности у Богдана Вербицкого. История с похищением младенца произошла накануне вечером. Мужчина забирал из детсада старшего ребенка и оставил в холле коляску с младшим, двухмесячной девочкой. Вернувшись, обнаружил – малышки нет. Вызвали полицию. Буквально через несколько часов появились кадры камер видеонаблюдения и приметы похитительницы. Вот в здание детсада заходит молодая женщина, а выходит уже с ребенком в переносной люльке. Работа продолжала почти всю ночь. Были установлены свидетели, были установлены камеры видеоспостережения, которые дали нам возможность объяснить, что это злочинская женщина. Отец пропавшего ребенка рассказал правоохранителям, что видел женщину накануне. По дороге в детсад она следила за ним. Но засекли похитительницу не в Киеве, а в Выжгороде. Все те же видеокамеры. На кадрах видно, как молодая пара заходит в аптеку. В новоселках Выжгородского района подозреваемых и задержали. Впрочем, в полиции говорят, в самом начале им, что называется, подфартило. Нам немножко повезло, на нас вышел непосредственно ее сожитель. Шел, его увидели, идентифицировали, что приняли решение на задержание. Была затримана эта женщина, была найдена дитина. Одразу лекари ее глянули. На теперешний час могу сказать, что дитине ничего не загрожено. О похитителях уже многое известно. Женщине 20 лет. Воспитывалась в неблагополучной семье. Ее супруг, по предварительным данным, был в АТО. А вот истинный мотив еще предстоит выяснить. В полиции говорят, что показания задержанное дает противоречивое. На допросе заявила, что накануне их собственный ребенок умер. Тело они с мужем выбросили на свалку. И якобы, чтобы скрыть смерть своего младенца, похитили чужого. Вони втратили дитину месяц тому. Выкинули ее, дитину, на мусорник. Мы еще будем отзвисовывать все эти події. А в другом интервью подозреваемая уверяет, руководствовалась сугубо благими намерениями. Как все было, должно выяснить следствие. Оно продолжается. А для малышки уже все позади. Девочка не пострадала. И сейчас в безопасности. Конфликт правых в Киеве. Лидер движения ОУН Николай Кахановский стрелял в другого националиста Руслана Качмалу. Случилось это возле станции метро Академгородок около пяти часов вечера. Как сообщают в полиции, вначале завязалась словесная перепалка, а потом Кахановский достал травматический пистолет и ранил оппонента. У Качмалы касательные ранения ноги и спины. У двух человек доставили до управления полиции для того, чтобы объяснить причины конфликта, обставины конфликта. И уже после того, как отберут у них пояснения, следовательно дадут правовую квалификацию этой повеисти. На месте происшествия найден травматический пистолет и стреляные гильзы. Сам Кахановский тоже отправлен в больницу в отделение политравмы для осмотра врачами. Он заявил, инцидент произошел в результате спланированной провокации Качмалы и его единомышленников. В центре Киева правоохранители задержали вооруженного мужчину. С собой у него была винтовка с оптическим прицелом. Как выяснили, направлялся он к Верховной Раде, где разбит палаточный городок. Зачем шел туда с оружием и что происходит в рядах пикетчиков в нашем материале? У нас в полиции установили, что задержанный приехал в Киев из Одесской области. Оружие купил там же несколько дней назад. Причем помимо винтовки с оптическим прицелом, у него взяли также пистолет, нож и даже радиостанцию. Зачем он направлялся с таким арсеналом на мирную акцию протеста, выясняют не только полицейские. К делу подключились и в СБУ. В самом же палаточном городке, куда направлялся вооруженный мужчина, сейчас обстановка спокойная. Но по данным СМИ, между пикетчиками произошел раскол. Теперь у здания Рады только бойцы Добровата Донбасс, который привел на ДЭП Семенченко. Хотя ранее тут были и националисты, и сторонники нескольких полицил, в том числе руха новых сил Саакашвили. Именно он внес раздор в ряды митингующих. Впрочем, его роль в итоге оказалась не столько решающей, сколько комичной. В четверг он призвал участника в акции протеста к трем заявлениям ранее требованным отставку президента. А этого многие митингующие не поддержали. Саакашвили и речи пламенной говорил, и с народом обнимался. Но когда призвал час пикетчиков идти на банковую, сам сел в Мерседес и испарился. Сейчас у Рады около 300 человек, хотя изначально здесь было несколько тысяч. В Сятошинском районе столицы сотрудники СБУ тоже нашли оружие. Правда, намного больше. Под видом интернет-магазина житель Киева организовал бизнес по продаже боеприпасов и комплектующих к огнестрельному оружию. Среди товаров было и привезенное из зоны АТО. Во время обыска обнаружили три автомата Калашникова, два карабина, три пистолета и более 4 тысяч патронов разного калибра. Хотя ситуация в зоне АТО несколько стабилизировалась, стрелять там не прекратили минимум один украинский военный ранен. Боевики все так же используют запрещенное оружие, продолжит Руслан Смещук. Позиции под оккупированным Коминтерновым неподалеку от Мариуполя. В отличие от мирной жизни, днем здесь отдыхают, а вот ночью не поспишь. Начинается активизация с вечера до 17-го часа, начиная до 12-го, до 2-х часов ночи. Бывает, когда целую ночь продолжает бои. Большинство бьет крупнокалиберный, иногда АГС прилетает. Бывает, что и миномет накроют. Сейчас на Приморском направлении туманно. Иногда уже с 10 метров ничего не видно. Этим пользуются диверсанты боевиков. Сегодня в ночи по посадке метров сто подошли до нас. Тепловизор не видел, потому что был туман, скажем так. Открыли огонь на уражение, и потом обратно. Через некоторый час они обратно попытались до нас подобраться. А это уже полигон под Мариуполем, в тылу. Сегодня тут тренируют резервистов из подразделений территориальной обороны, ополчения украинского Донбасса. Этих мужчин свезли со всей Донецкой области. Вместе с простыми работягами занимаются и чиновники. Мы каждый месяц проводим такие занятия. И хотим, чтобы они навыки по ведению боя, по медицине, по другим вопросам не забывали, а только покращивали. Тем более, что наша область является самая боевая область. Поэтому нам это крайне необходимо. Сейчас у нас находится 8 начальных мест. Проходят подготовку территориальной обороны. И проходят также подготовку головы райадминистрации, также райадминистрации. Здесь находится и присутствующая облдержадминистрация. Бойцы территориальной обороны говорят, было бы такое в 2014 году, все могло быть по-другому. Многие из этих людей, побывавших в оккупации, теперь усиленно тренируются. Повторения не хочет никто. Мы, помимо всего, занимаемся самостоятельно. То есть у нас уже на разбитой по группам. И мы проводим 2-3 тренировки еженедельно. По тактике, по стрельбам, по теории, медицина, картография и так далее. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности – телеканал «Интер». Спецпредставитель США по вопросам Украины посетит Киев. Об этом пишут сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на свои источники. Сообщают, что визит Курта Уолкера намечен на 27 октября. Он должен встретиться с представителями украинской власти перед переговорами с Владиславом Сурковым, советником российского президента. Дата этой встречи еще не оглашена. В пресс-службе Госдепартамента США подробностям сообщили, что пока не могут подтвердить, что Уолкер действительно посетит Украину в этот день. Мол, официальный график его поездок еще не утвержден. Новая угроза. В прессу просочились данные, что американские спецслужбы получили оперативную информацию о готовящемся теракте. Где ждать опасности и что предпримут, Дмитрий Нопченко выяснял подробности. Теракт по масштабам подобной атаки 11 сентября, когда на башне Близнецы в Нью-Йорке направили захваченные самолеты, якобы собираются устроить экстремисты на территории Америки или Англии. Об этом нынешняя его министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Элэйн Дьюк сообщила сотрудникам американского посольства в Лондоне. Разговор был конфиденциальным, но о нем пронюхали журналисты Daily Mail. Дескать, о готовящемся теракте свидетельствуют разведданные. Боевики исламского государства стремятся быть заметными, им нужны финансирование и новые сторонники. Гибель любого лайнера с пассажирами стала бы трагедией такого масштаба, что о ней весь мир говорить будет. Меры безопасности в американских аэропортах и без того чрезвычайно жесткие. Теперь, чтобы успеть на рейс, уже не за два, а за три часа до вылета приезжать нужно. Но весь контроль сосредоточен в основном в терминале. Это контроль за пассажирами, за их поведением, за их багажом. А вот мы сейчас буквально в 100 метрах от взлетно-посадочной полосы американского столичного аэропорта имени Рейгана лайнеры в буквальном смысле у меня за спиной взлетают и садятся. Но здесь нет ни охраны, ни полиции, ни даже камер наблюдения. А ведь, по словам чиновницы, план у исламистов сейчас якобы другой. Сбить авиалайнер на взлете на территории Америки или Англии. В этом случае самолеты практически беззащитны. Завинчивая гайки с авиабезопасностью и увлекшись ограничениями для пассажиров, власти попросту проглядели опасность удара с земли. Атаки по лайнеру, который только вылетел или на низкой высоте подлетает к аэропорту. Пресса сейчас пытается выяснить, насколько велика опасность, а вот специалисты по авиабезопасности рассуждают абсолютно о другом. Они задаются вопросом, а почему информация о будущем теракте с грифом совершенно секретно вдруг стала известна прессе, вдруг оказалась на первых полосах. И выдвигают версию, говорят, спецслужбам Америки сейчас нужно просто оправдаться за свой просчет в Лас-Вегасе, когда они упустили стрелка, совершившего страшное преступление. Вот они и пытаются сейчас рассказать о собственной значимости и собственной оперативной информации. Как бы там ни было, об угрозе сообщено публично. А значит, нам с вами летать станет еще сложнее. Что в Америке, что в Европе, власти в очередной раз отреагируют усилением мер безопасности. Как вокруг аэропортов, так и в них самих. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Резня в Мюнхене. Пять человек получили ранения в результате ЧП в столице Баварии. Удалось ли задержать преступника и что известно о мотиве? Все подробности у Татьяны Лагуновой. Инцидент произошел утром в туристическом центре Мюнхена. Как рассказывают очевидцы, вооруженный ножом велосипедист ни с того, ни с сего начал атаковать прохожих. Он ранил пятерых человек, после чего скрылся с места происшествия. Центр Мюнхена сразу же отцепила полиция к поискам. Привлекли элитное подразделение. Горожанам рекомендовали не выходить на улицы. Спустя несколько часов подозреваемого удалось задержать. Он набросился на прохожих с ножом след бела дня. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Спецподразделение полиции задержало нападавшего и сейчас выясняет все обстоятельства происшедшего. Задержанному 33 года. Он немец и хорошо известен полицией. Его уже не раз привлекали к ответственности из-за кражи и нанесения телесных повреждений. А вот мотив пока непонятен. Мужчина категорически отказывается говорить со следователями. Версию теракта, впрочем, силовики исключают. Скорее всего, мужчина психически нездоров. Татьяна Лугунова, Геннадий Никейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Власти Каталонии вне закона. Премьер-министр Испании Марианна Рахой отстранила от должности президента автономии Карлеса Пучдемона и все его правительство. Согласно статье 155-й Конституции, которая сегодня впервые в истории страны задействовал Кабинет министров, Каталония временно переходит под прямое управление центральных властей. В течение полугода должны состояться досрочные выборы главы региона. В самой Каталонии уже начались протесты. Мы не лишаем Каталонию автономии. Принятые меры позволят отстранить от власти людей, которые вывели управление регионом за рамки закона. Самоуправление Каталонии восстановится во имя законности и мирного сосуществования всех каталонцев, а не только тех, кто выступает за независимость. Охота на медиков Польша намерена упростить трудоустройство для врачей из Украины. Как пишет местное издание Дженни-Газета Правна, страна испытывает острую нехватку в специалистах. Сейчас для получения лицензии врачам из других государств необходимо сначала подтвердить диплом в Польше и сдать экзамен на знание медицинской терминологии на польском языке. Экологическая катастрофа на юге Одесской области. Стремительно мелеют озера, расположенные внизу в Едунае. В результате страдает местное население. Например, в Болграде из кранов уже течет вода коричневого цвета. Как все это взаимосвязано выясняли наши корреспонденты. 150 квадратных километров. Ялпук самое большое озеро в Украине. А еще Котлобух, Картал все они наполняются водой из Дуная. Но сейчас подводящие каналы настолько засорились, что водообмен почти не происходит. Особенно страдает Ялпук, который обеспечивает водой жителей Болграда. Озеро последние годы стало заиливаться, заросло камышом, зарастает водорослями. В результате заболачиваемости этой поднимается уровень ила в озере. С количеством ила очистные сооружения порой не справляются и грязь попадает прямиком к потребителям по трубам. Пенсионерка Эльвина Макаренко показывает, в левой банке вода из-под крана, в правой бутылированная, а периодически после дождей вода бывает и желтого и коричневого цвета. Ее не то, что пить, даже стирать одежду невозможно. Что мы люди и мы не должны выживать. Мы должны жить так, как положено человеку, чтобы он мог вовремя пить водички, вовремя сготовить водички, а не думать о том, как прожить сегодняшний день. Ситуацию изучили депутаты оппозиционного блока. Они говорят, в первую очередь нужно расчистить протоки, питающие озера дунайской водой и отремонтировать шлюзы. Сейчас четыре канала заболочены, а кое-где просто завалены камнями. Если русла были бы чистые, то по этому объему русел пошла бы вода сюда, и мы бы отодвинули эту катастрофу. Пока же местные власти борются с проблемой как могут. В Болграде, например, с помощью плота коммунальники соорудили самодельный земснаряд и выкачивают ил в том месте, где происходит водозабор. Но все равно эта проблема не решит. Здесь должна быть поддержка государства однозначно. Оппозиционеры обратились за помощью в облсовет. Написали письма в Министерство экологии. Но ответ так и не получили. К нам обратились более 1243 людей. Они поставили свои подписи, прислали нам письмо. Они доведены до крайности, они готовы разобрать эту плотину вручную. Реально разобрать, дабы сделать это озеро живым. Подробности будут следить за развитием ситуации. Последует ли реакция чиновников на проблему? Пока же только по официальным данным уровень содержания различных солей и органики в Ялпуге превысил норму в два раза. А водой из него каждый день вынуждены пользоваться десятки тысяч человек. Лина Зеленская, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер Одесская область. Госаудитслужба выявила финансовые нарушения при подготовке музыкального конкурса Евровидения 2017 в Киеве. Почти полмиллиарда гривен общая сумма несоответствия в бухгалтерском учете. Также больше 8 миллионов гривен недополучило национальное общественное телевидение. В ходе ревизии установили и другие нарушения, например, завышение стоимости услуг по сравнению с указанной в тендере. Материалы аудита переданы в правоохранительные органы. Юношеские команды Динамо Киевы и Донецкого Шахтера сегодня встретились в рамках чемпионата Ю-21. Поддержать коллег пришли футболисты основного состава белосиних уже завтра. На стадионе НСК Олимпийский состоится матч 13-го тура чемпионата Украины между динамовцами и горняками. С каким настроением готовиться к игре белосиний узнавал Александр Васильченко. На поле в воскресенье динамовцы выйдут в измененном составе. Кто заменит капитана Сергея Сидорчука который в прошлой игре европейского чемпионата получил травму тренерский штаб пока держит в тайне. Не так много времени было у белосиних на восстановление. Эксперты говорят сейчас у команд равные шансы на победу. Футболисты Динамо заявляют предыдущему матчу готовы. После последней игры думаю что восстановились главное сейчас физические кондиции подтянуть есть у нас еще сутки в этом плане думаю что к завтрашней игре будем готовы. То что готовы забивать и выигрывать динамовцы неоднократно демонстрировали как в украинской премьер-лиге так и в европейских чемпионатах. Но главное в игре утверждает белосинии поддержка болельщиков. Мы рассчитываем только на победу потому что такой клуб как Динамо Киев не может играть на какие-то другие результаты только победу нас устроит и мы дадим бой завтра. Завтра будет очень интересная игра и надеюсь наши болельщики придут и поддержат нас. Завтра у нас нам предстоит очень важная игра и мы приглашаем всех болельщиков на стадион мы хотим почувствовать вашу поддержку для нас она очень важна будем рады вас видеть. Принимать горняков динамовцы будут на своем поле на НСК Олимпийский. Большая часть билетов на игру уже продана старт матча и назначен на 19.30 Александр Васильченко Андрей Кузнецов Подробности Телеканал Интер Это все новости к этому часу за развитием событий следите на нашем сайте Подробности.ua Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра.